Колхоз Красное Знамя Зубово-Полянского района, на самой границе Мордовии. Дальше Пензенская область. Фёдор Петрович из родного села только раз уезжал надолго, когда в армию уходил. В институте и то учился заочно. Главная наука в поле. 21-я страда в биографии агрономы Лябушевы. 21-й экзамен, на котором ни шпаргалки, ни счастливый билет не помогут. Как весь год работал, такой и урожай соберёшь. Так что в страдную пору весь день в поле. Когда в 74-м году Лябушев высаживал первые лесополосы, над ним даже смеялись. А то и трактором напрямик посаженцам. Тоже бывало. Сегодня за эти полосы колхоз золотую медаль ВДНХ имеет. Но куда важнее, что на каждом гектаре на 3-4 центнера зерна больше. Лесопосадки помогают. Незаметно и сын подрос. Тоже в университете на агроному учится. И тоже, как отец, стремится не только из книг, из живой практики знаний черпать. Вечер. Планёрка на завтра. Или, как здесь говорят, наряд. Ведёт председатель колхоза Иван Иванович Пудин. Сегодня главный спрос с агрономической службы. И ей есть что сказать. Например, ячмень в Красном Знамени даёт по 35-40 центнеров с гектара. Тогда как у соседей всего 6-10. Только жатва по прошлым успехам не судит. Жатва – это всегда экзамен. А экзамен этот выдерживает тот, у кого есть горячее стремление беречь землю. С душой инициативно работать на ней. Редактор субтитров А.Семкин